Диабло 2 Резуректит это образцовый ремастер. Все, точка. Нет? Не ушли? Хотите узнать почему полоску выносливости не убрали? Или почему паладин такой загорелый? Ну, тогда начищайте доспехи, точите мечи и топоры и зачаровывайте свои посохи. Пора разобраться, как так вышло, что Близзард, на которую сейчас модно спускать вообще всех полканов, не обделалось. Вы находитесь на stopgame.ru, напоминаю. Меня зовут Иван Лоев. Вперед! Но начну я с пары ремарок. Во-первых, речь пойдет о ремастере. Не о самой Диабло 2, ее там плюсах, минусах, культовом статусе и подобных вещах. Про это я в прошлом году полтора часа разговаривал. Если интересно, прошу любить и жаловать. А теперь к делу. Главное, чего добились авторы Диабло 2 Resurrected, это сведенное к абсолютному минимуму количество нововведений, за которые цепляется глаз. Все, герои, противники, декорации, обмундирование, оружие, кат-сцены выглядит так, как будто игра 20-летней давности на самом деле вышла вчера. Если вы последний раз запускали Диабло 2 лет 5-10, а может быть и 15, а то и все 20 назад, вам может показаться, что изменений, ну, как-то не так и много. Но стоит нажать на одну волшебную кнопочку, как количество проделанной работы становится на порядке более наглядным. И именно этого добивалась команда разработчиков. Сохранить прежний стиль, игровой процесс и атмосферу культовой игры по максимуму. На всю игру я могу по пальцам, наверное, двух рук пересчитать объекты, которые как-то ощутимо поменяли свою внешность. Например, вот змеи прекратили выглядеть, как ожившие 3D-модели червячков. Вот у этих пушистых товарищей появилась нормально выраженная голова. Варвар стал менее гротескной горой мышц, чуть подзагорел и оброс щетиной. Или знаменитые мешки под глазами у Мариуса, чуть-чуть менее выразительными стали. Практически во всем остальном это пугающе похожая игра. Хотя отличия, конечно, нашлись. Например, люди в интернете после альфа-версии жаловались на то, что Амазонку сделали не такой роскошно-сексуальной. Ну так, слушайте, суть-то героини, в общем-то, не в этом. Кое-кто, я слышал, косо посматривает на новое обличие Паладина. Однако и тут все, полный канон, как видите. Просто в оригинале это выглядит так, как будто у чувака на голове носок. Впрочем, без обновлений тоже не обошлось. Ведь понятное дело, что невозможно просто увеличить разрешение текстур, чтобы игра 20-летней давности продолжила хорошо смотреться. Если же переходить к вещам, которые мы не видим глазами, по большому счету, если мы игнорируем нормально прикрученную поддержку Battle.net, отсутствие необходимости вбивать IP для того, чтобы присоединиться к своему другу, кроссплатформенный прогресс, если у вас есть несколько версий игры на разных платформах и прочие внешние удобства, внутри игры нововведения появилось только одно. Это механика автоподбора золота. Типа, пробежал мимо кучки монет, она тут же оказалась у героя в кармане. И то, если вы большой фанат накликивания, эту опцию можно отключить. Впрочем, давайте-ка вернемся к разговору о том, что авторы Diablo 2 не смогли реализовать. В Diablo 1 свет играл очень важную роль, потому что окружение было темным. В Diablo 2 эту роль заметно сузили, потому что происходящее выбралось на свежий воздух, но и когда спускалось в подземелье кромешной тьмой, там не пахло. Не то не хватило палитры, не то еще что-то пошло не так. В Diablo 2 Resurrected эту оплошность исправляют. В пещерах, склепах, катакомбах и даже просто по ночам снова темно, а заклинание снова красиво светится. Причем это работает и при переключении на оригинальную графику. Однако был еще один вопрос, который мучил меня, и не только меня. Полоска выносливости. Собственно, почему? Почему эту штуку не убрали? Почему не ввели хотя бы галочку для того, чтобы отключить эту беспонтовую шнягу, о которой даже авторы оригинальной игры высказывались как о совершенно ненужном нововведении? Полный ответ займет очень много времени, поэтому давайте я скажу своими словами. Механику эту хотели убрать и долго и жарко обсуждали этот вопрос. Ведь это действительно один из худших аспектов оригинальной игры. Мало того, что она оказывает исключительно негативный эффект, что неправильно, так еще и делает она это только в начале. За первые 5-6 часов герой прокачивается настолько, что дальше проблем с бегом у него уже больше не возникает. То есть формально эта выносливость становится не нужна. Однако в ходе дальнейшего обсуждения выяснилось, что тогда придется убирать из игры все связанное с этим параметром. Святыни, бутыльки, бонусы у экипировки. А это уже не так просто. Есть немалый риск в процессе что-нибудь непредвиденно испортить или поломать. В результате мы возвращаемся опять же к началу. Как я и говорил, Diablo 2 Resurrected выглядит, звучит и ощущается абсолютно идентично своему оригиналу. Если вы играете на ПК с клавиатурой и мышкой. Потому что на самом-то деле игра добралась теперь и до консолей. И вот тут у меня есть на что пожаловаться. Дело в том, что Diablo 2 не заточена под геймпад. Перемещение и бои проблем не вызывают. А вот копание у себя в кармане происходит уже не так гладко. Потому что ячейстый инвентарь никуда не делся. А перекладывать штуки здесь приходится достаточно регулярно. Кнопку автосортировки, конечно, ввели. Но она не сильно спасает. Ведь необходимость расчищать место возникает постоянно для разного лута. Еще одна, чуть менее смущающая меня вещь. Это вынесение аж шести активных навыков, а вообще потенциально до двенадцати, на шкалу быстрого вызова. Что я бы сказал многовато. Все-таки Diablo 2 не заточена под активацию россыпей, обилок и постоянное между ними переключение. Хотя может у хардкорщиков там пианино начинается. Но смешно не это. А то, что ставишь ты такой на крестик основную атаку, а потом в бою получаешь вот такой вот результат. Впрочем, это просто некоторые неудобства, а не полноценные убийцы опыта или что-то подобное. Как и технические шоколадки, которые возникли у Battle.net на старте. В первый вечер меня выкидывало постоянно, а после этого вышел патч и все заработало как часы. Говорят, до конца ситуация не у всех вылечилась, но масштаб сетевых проблем уменьшился на порядке. И он даже не пытался приближаться к тем бедам, которые случались на старте Diablo 3. Так что в течение ближайших дней все должно окончательно выправиться. Ну что, подводя под этим всем черту, остается ответить на один вопрос. Стоит ли такая радость 2000 рублей? В первую очередь, традиционно, замечу, что решать этот вопрос исключительно вашему кошельку, потому что Diablo 2, какой бы она ни была культовой, это все-таки игра, развлекательный продукт. Однако, вот вам сухая математика. Оригинальную Diablo 2 и дополнение Lord of Destruction вы можете купить сейчас примерно за 1000 рублей. А ремастер, куда уже входит и то, и то, поверх чего накинут роскошный осовремененный графон, которым при желании можно не пользоваться, множество маленьких удобных фич в самой игре и даже кроссплатформенная прогрессия героев, и еще и русификация поверх этого всего накинута, в том числе голосовая, и она вполне себе нормально выполнена, за это просят 2000 рублей. Могли бы вообще-то все четыре. Что ж, на этом шокирующем разочаровании я вынужден закончить. Подписывайтесь на канал, телинкайте в колокольчик, и до скорых встреч на СтопГеймРу. Ру. 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 Продолжение следует...